Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Елена. Заполняем папку гороскопа на 2024 год, куда сходится вся информация о драконах разных, всяких. Конечно мы будем ожидать прежде всего 10 февраля 2024 года дракона деревянного, но ведь драконы бывают разные, им тоже будет любопытно знать о себе кое-что. Дополнительно. Впрочем, каждые 12 лет очередной дракон стучится в наши двери. Сегодня он деревянный, завтра он может быть металлический, послезавтра огненный. А в результате вы уже заранее заглянув в эту папку, будете знать с кем вы имеете дело и какой характер у этого дракона. Сегодня речь пойдет о первых свиданиях с драконом и с мужчинами и с женщинами. Мы должны понимать, кто это такие, какие у них требования, как наших будущих партнеров. И готовы ли мы дать им то, чего бы они от нас хотели. Так что впереди очень интересная тема. Но прежде чем перейдем, посмотрите под видео ссылки на гадание молнии у всех открывается. Ну пробуйте, VPN пробуйте, пожалуйста, или терпение проявите. Может не совсем кажется, открывается, хотя делалось так, чтобы доступ был. Ну всякое бывает. Это оракул на текущие события. Сонник для тех, кто нултается. Ссылка тоже прилагается. Ну и просьба поддержать канал, у кого есть возможность. По-прежнему бедствую. Я надеюсь только на вас. Ну а теперь к теме нашей беседы. Мужчины-драконы могут быть абсолютно разными в зависимости от стихии, которая к ним добавляется. Огненные драконы, вспыльчивые и яростные. Металлические, отстраненные и как бы себе на уме, но и раз даже не позволяющие себя любить. Но как бы мы не подходили к этому моменту, дракон остается драконом. Будучи самым уже не существующим на белом свете, он как-то по-сказочному выглядит и сказочно смотрит на этот мир. Он его идеализирует, он дорисовывает то, чего нету. И поэтому часто не разбирается в своих партнерах, считая, что они гораздо лучше и ценнее, чем они есть на самом деле. Поэтому разочаровываться в людях, у дракона это нормальное совершенно явление. Они слишком быстро допускают в свое большое сердце негодных людей. Потом получают от них очень болезненные уколы, страдают. Но все равно где-то в глубине души верят, что человечество гораздо лучше, чем оно есть на самом деле. Но так или иначе, если вы все-таки влюблены в дракона, в мужчину, и желаете все-таки быть рядом с ним, кое-что об этом нужно знать. Во-первых, они, конечно, невероятно ухаживают красиво. Особенно это удается у драконов деревянных, то есть зеленых драконов. Они вообще созданы для того, чтобы очаровывать. Но какой бы дракон вам не встретился, он обычно в момент влюбленности достаточно многословен, красиво ухаживает, всячески дает понять, что вы ему необыкновенно нужны. И в этот момент вы, конечно, рисуете себе картину, что вот вы нашли человека, который всегда будет рядом с вами, что никого больше ему не потребуется в жизни, и он будет привязан к дому накрепко, и все с момента, когда Марш Медельсона озвучит ваши отношения, все, он будет принадлежать цело вам. Однако мужчина-дракон не так прост, как и вам кажется. Да, ему нужна и страсть, и физические взаимоотношения с вами. И в принципе он вас и ценит. Но бесконечно сидеть в четырех стенках дома не позволяет его свободолюбивая натура. Ну, устает он от этого. Он устает не от вас, и не от детей, и не от домашних обязанностей. Он просто тяготится с сжатыми обстоятельствами, в которых он сидит. Четыре стенки. Все. Для него это губительно. Ему нужно ощущение свободы. Без ощущения свободы у дракона отпадают крылья. Он превращается в домашнего земляного человека, который совершенно не тянет уже на драконе достоинства. выглядит вяло, теряет собственное лицо. Поэтому периодически вы услышите, что у него возникает необходимость посетить какой-то мальчишник или сидеть с кем-то из друзей на рыбалку, или вообще куда-нибудь у него может появиться хобби еженедельное. Он уходит куда-то на чемпионаты или прочее. То есть отлынивать от дома начинает достаточно активно. Пытаться его заставлять сидеть в четырех стенках, это только вызывать его негатив и отвращение к вам, потому что вы пытаетесь спеленать то, что не положено спеленывать. Ему нужна свобода. Либо вы смиритесь с этим. Ведь свобода это еще не значит, что он пойдет ухлестывая за всеми юбками подряд. Вот если вы его будете жучить постоянно и создадите ему эффект и портрет свой, что вы никогда не изменитесь и все время будете как кожучка висеть на рукаве и все время куда пошел, где был, что делал и так далее, тогда он наверняка может попытаться найти более здравого партнера, у которого свобода не вызывает такой оскомины, как у вас. Драконы-мужчины для ревнивых женщин-собственниц, которые считают праве лазить по телефонам, интересоваться, звонить на работу, где он был, что он делал. Если мужчина-дракон столкнутся с такими обстоятельствами, брак укоротится значительно. А если бы я вам сказала, что дракон, уходя в свои походы, и мальчишники вовсе не нуждаются в женщинах, ему нужно просто ощущение мужского братства, свободы какой-то, легкости каких-то своих чисто мужских разговоров или мужских хобби, единомышленников, которые у него есть, и с которыми он весело проводит время. Поэтому его уход в такие места или там поездки на рыбалку и прочее не надо преследовать. Он устал от женщин даже в вашем лице. Ему нужна свобода и понимание, что эта свобода существует, хотя бы в виде его какого-то любимого хобби или встреч в сауне со своими друзьями или какие-то гаражные посиделки. Но именно тогда он расслабляется и ощущает, что в принципе на нем нету никаких гирь. Так что подумайте лишний раз, способны ли вы принять эту ситуацию, а она, скорее всего, на горизонте замаячит. Что вас еще может ожидать, на что вы можете, в принципе, обижаться? Дело в том, что свой гнил и свою непокорность драконы выражают по-разному, в зависимости от той же самой стихии. Кто-то сразу ставит своего оппонента на место, не оставляя ему права, в общем-то, корректировать его поведение и прочее. Чаще всего так поступают огненные драконы и металлические драконы. Все остальные юлят и до поры до времени терпят нападки своей второй половинки, которая пытается его струнить, в общем-то, иной раз зацепляет его самолюбие и прочее. Насчет самолюбия зацеплять у дракона, это последнее, что нужно делать. Потому что даже если он ничего из себя не представляет, внутри себя он все равно думает о себе с большой буквой, и если его зацепить по больным местам, унизить, сказать, что ничего из себя не стоит, вы для него враг, ни о какой любви и нормальных отношениях, там речи нет. Выявлен из себя дракон любой стихии, достаточно гневлив и не сдержан на язык. Поэтому если он уже распоясался, к сожалению, обидных слов вы услышите предостаточное количество. Но это в силу того, что вылезла его драконья натура, которая слишком горделива и слишком коротка на размышления, когда пытается кого-то обидеть. Поэтому обиды бывают достаточно тяжелые. Срамится ли дракон от подобных вещей, но где-то внутренне он, конечно, ему неловко. Но с другой стороны, он всегда может сказать, «Но я же просил меня не трогать». Лезла, лезла на разу, ну что ж, не удивляйся. Так что гневливость, несдержанность и попытки вести себя достаточно властно, к сожалению, это могут быть моменты, которые вам не очень понравятся в общении с этими мужчинами. Но это их типичные черты. Вообще, если дракон-мужчина вышел из берегов, ему нужно, конечно, дать немножко встыть, в дебаты с ним не вступать, потому что, когда он находится под флюидами гнива, он может быть откровенно несправедлив ко своей второй половинке болтать, что зря. И могу напомнить, что они исключительно ревнивы. Так что давать им повода даже для того, чтобы замыслиться о том, что что-то не так, что за их спиной происходят какие-то шашни. Это очень опасная история. Надеюсь, вы уловили, что ревность может поставить крест на ваших отношениях, если, например, дракону-мужчине пришло на ум, что вы свертуете и, мало того, уже там огородите отношения за его спиной. Подобных вещей он вам категорически не простит. Он вообще, можно сказать, целомудрен в этих вопросах. Отсуждает женщин, которые все выставляют на показ. Какой бы она красавица ни была, но если декольте ниже пояса разрез на попе выше таковой, то он, конечно, с удовольствием на это посмотрит, но такая женщина его не привлечет. Потому что идеал его совсем другого порядка. Женщина-загадка. Женщину, которую приятно рассказывать каждый день. Умная, интеллигентная, интеллектуальная, спокойная, хозяйственная, мирная, настоящая фея домашнего очага. А то, что очень слишком доступно и бесконечно сверкает глазками для того, чтобы кому-то понравиться, эти женщины унизительны для дракона, поэтому никогда в жизни он не выберет подобный образец себе в партнерше. Мало того, что скучно, потому что нет уже интриги, все налицо, так еще и небезопасно, поскольку измена всегда возможна, а стало быть предательство, которое дракон терпеть не может, вполне вероятно. Поэтому, во избежание подобных вещей, особо ярких персон, которые, так сказать, блистают своими прелестями, дракона себе в невесты не берут. А поскольку драконы обожают все таинственное, то, что надо понять, прочувствовать и прочее, они категорически не приемлют женщин, которые смело могут заявить о своих чувствах к ним, они это считают недостатком. Женщины, они готовы сами побороться за то, что им нравится, и право первенства должно оставаться за ними, но если женщина смело им предлагает руку и сердце, это их может лишить всяческого желания общаться с этой женщиной. так что те женщины, которые громко кричат о своих чувствах, их пугают. Ум, спокойствие, рассудительность, прекрасное чувство юмора и умение подождать, когда ее позовут к браку, вот что нужно нашему дракону, когда он выбирает свою партнершу. Больше всего на свете он боится этих постоянных фраз, когда мы поженимся, когда ты мне сделаешь предложение, и чем больше его в этом плане напрягает, тем меньше вероятность того, что до этого дела дойдет. Он сам должен решить, когда это с ним случится, поэтому некоторым людям просто не хватает терпения, они в растерянности, что это за такое наказание, живем годами и никуда не зовет. Но вот видно не вызрел, и начнете его искусственно поджаривать в этом смысле, он быстренько сорвется, не взирая на ваши глубокие прозвитые годы, и решит, что, слава Богу, что он от вас отделся, потому что вы же покушаетесь на его свободы, а нужно ли ему такое счастье? И поднявшись на крыло, отчалит куда-нибудь в более спокойные места. Ну, насчет вашего флирта мы поговорили, и, в принципе, даже сказали, что драконы не приемлют флирта, даже если его видят, за одним маленьким исключением. Деревянный дракон, который родился для того, чтобы окучивать, это, так сказать, самый известный драконий ловелас, сам может вполне пофлиртовать. Но собрав вокруг себя гарем-почитательниц, который просто влюбленными глазами на него смотрит, как правило, никого обычно не выбирает, потому что, желая женского внимания, очень быстро от этого внимания устает. Поэтому это у него, можно сказать, просто спортивное упражнение, лишний раз проверить, насколько сильны его флюиды, а не для того, чтобы пуститься в измену или каждый день менять новую партнершу. Это своего рода так моральное накачивание мышцы по типу, а я все еще прекрасен и удивительен. Но это исключение из правил. Все остальные драконы подобными шалостями себя не, так сказать, не обременяют и не считают вообще нужным. И вот подведем маленький итог. Если дракон совладает со своей вечной страстью к свободе, если он сделает исключение пользу семьи и не будет слишком бороться с тем, что называется обыкновенным семейным бытом, укладом, примет это как должное в обмен на любовь и чувства, которые ему подарят близкие, он будет необыкновенно счастлив. Если же чувство свободолюбия перевесит чашу весов, то, скорее всего, он либо вообще не решится пуститься на брак, либо у него будет многобрачие, потому что мало кому понравится, что мужчина вроде бы есть в доме, но постоянно отсутствует, потому что у него масса своих личных дел, которые он должен уладить. И семья в последнюю очередь, как затычка в бочке, куда воздевать, для вас тоже место найдется раз в месяц по великим праздникам. Так что на своем свободолюбии мужчина-дракон часто подскальзывается и приводит себя к одиночеству. Не все, те, кто поумнее, быстро это понимают и решают вопрос, остальные до старости носятся со своими свободами, так и потом, и не поняв, для чего это было сделано. Ну, бегло мы мужчину-дракона рассмотрели, а какова же женщина-дракон? Страдает ли она теми же ошибками, которыми страдают мужчины, или она мягче, нежнее? Какие у нее предпочтения к своим партнерам? Попробуем заглянуть и в эту тайную книгу души женщины-дракона. Женщины-драконы непростые штучки, однозначно и бесповоротно. И, конечно, если судьба призвала их, и муж хорошо обеспечивает, и, в принципе, дом полная чаша, и все замечательно и чудесно, он ее ценит, любит, уважает, не оскорбляет, очень внимательно к ней относятся. Латы, которые прилагаются и к драконии в том же числе, потихонечку ею снимаются. Она не боится своего партнера, может показать им всю красоту своей души, а она действительно прекрасна. Станет невероятно преданной матерью, великолепной женой, хозяйкой своего домашнего очага, там будет все замечательно и чудесно. Но это в самом идеальном случае. Вообще могу сказать, что женщины-драконы не торопятся раскрывать душу перед каждым встречным поперечным. Понимаю, что время прикирки еще впереди, а если сильно рассиропиться и дать возможность увидеть человеку, что у них есть и нежность, и заботливость, и они могут переживать, это будет слишком небезопасно. Поэтому на первых парах они достаточно отстранены, присматриваются к своему партнеру и оттаивают достаточно сложно. А оттаивать им сложно еще вот почему. Дело в том, что все драконники также тяготеют к лидерству, как, собственно говоря, и представители мужского племени драконьего. Никогда дракон, женщина, не поступит со своей карьерой, работой, тем, что она дорожит, если она этого желает. Если она давно хотела избавиться от работы и посидеть за широкой спиной, ее уговаривать не нужно. Но если она настаивает на том, что работа для нее важна и карьерный рост для нее важен, и что это у нее в приоритете, вы можете стоять на ушах, устажать ее или приводить всякие аргументы, она вас просто не услышит. Все, что ей нужно, все, что для нее дорого, оно свято. И будет отстаиваться любой ценой. даже ценой разрыва взаимоотношений, где партнер категорически не хочет принять и понять ее такой, как и она есть. Часть особенно увлеченных своей карьерой женщин горько потом страдает, что к старости так и не успели обзавестись семьей, не имеют детей или не решились родить ребенка в угоду карьере своей и процветанию. Поэтому разочарования в истории женщин-драконов предостаточное количество. Но если хватило ума сделать все правильно, не отказавшись от своих карьерных дел, все-таки не забыть и о своей судьбе, и о материнстве, то тогда все складывается замечательно. Супруг-то может и рассосаться, но ребенок останется и будет ее детищем, продолжением и прочим. Поэтому в данном случае тут надо всегда иметь в виду, насколько карьера может заманить эту женщину и насколько глубоко она может ей отдаваться. Какой бы стихия женщина-дракон не принадлежала, а они могут выглядеть совсем мягко, могут и не бороться за карьеру, например, как делают, например, драконники, стихии земли или дерева. Но тут тогда муж должен выкладываться по полной программе. Если у него денег кури не клюют, он может ей обеспечить приличный, собственно говоря, способ жизни, то почему нет? Она будет, верой и правдой, ему служить, будет опорой, поскольку как ни крути, какой бы стихия драконника нашей не принадлежала, в ней остается очень много того, что называется сила, отвага, умение переживать трудности, поддерживать своего партнера, невзирая на хрупкий вид и, казалось бы, такое несколько инфантильное отношение к жизни, но когда приходит время защищаться или кого-то поддерживать, от этой шелухинчивы не остается. Появляется сталь, характер, умение не упасть и поддержать того, кто, собственно говоря, оказался в неловком трудном положении, так что отваги, силы, мужества в этих женщинах всегда предостаточное количество, а еще у них очень высокое понятие о себе и достоинства никогда затрагивать не нужно. Есть вещи, которые не разрешены никому, даже очень любимому человеку, если он начнет ее цеплять за живое, унижать ее, умолять ее поступки и прочее, для нее это может стать непроходимым барьером, после которого она откажется даже от тех чувств, которые еще не угасли, но терпеть этого она не будет категорически. Поэтому, дорогие мужчины, поосторожнее в этом смысле, есть места, которые трогать нельзя, если вам эта женщина мила. никогда не задевайте их гордость, поскольку у драконов она необыкновенно обширна, и не пытайтесь их ломать, подстраивать под самих себя, ничего у вас из этого не выйдет, потому что они необыкновенно упрямы своих недостатков, мало того, они считают их своими достоинствами и даже непохожестью или шармом, который у них есть. Поэтому либо примите то, что есть, либо, скорее всего, вы голову побьете, прежде чем женщина это изменится в угоду вашей персоне. Конечно, вот эта неуступчивость не делает чистей женщинам драконом и иногда вредит им в личной жизни, поэтому тут надо тоже дозировать это качество. Где-то оно очень востребовано, а где-то бывает с перебором, поэтому надеюсь, вам хватит здравого смысла держаться в золотой середине. Вообще им сложно подстраиваться под своего партнера, и когда они слышат или видят то, что идет не по их сценарию, бывают достаточно гневливые, импульсивные, хамовиты в этот момент, за словом карман не лезут, в общем отчаянно провоцируют и высоко не ставят мужчину во время этого спора. Потом, когда все улаживается, у мужчины много обид против этой женщины, и в конце концов он может даже не выдержать, сказать, да ну его нафиг, с таким тяжелым характером, можно поискать кого-то другого. Но вот это вот неумение себя сдерживать, переходить сразу в ярость и напор. Напоминаю, это один из тех моментов, которые тоже нужно внимательно отслеживать и стараться как-то контролировать, если, конечно, мужчина вам нужен. по сути, свои женщины драконы достаточно амбициозны и нуждаются партнерок, которые тоже растут, о чем-то думают, заботятся, которые не засиживаются на месте, не прикиданы пылью, все время тачат свое мастерство, движутся по карьерной лестнице. Таким мужчинам женщины драконы всячески помогают. делают их жизнь более спокойной и размеренной, берут часть домашних обязанностей на себя, чтобы человек мог проявлять свои достоинства в полном объеме, например, на работе и прочее. Если мужчина не дотягивает, в доме драконши всегда будут скандалы по типу сколько ты сидишь, почему ты ничем не занимаешься, то есть без устали она его будет активизировать для того, чтобы он поднял свою пятую точку и наконец-то начал что-то делать. Это будет бесконечно единожды начавшись, этот разговор не закончится, пока ее партнер либо не спешит, либо в конце концов не будет делать то, что она хочет. Но вялую аморфную массу рядом с собой терпеть она не может по определению. Ей нужен человек, которому можно гордиться, которому можно склонить голову на плечо и чувствовать, что оно надежно, а не зефирно промято, потому что на этого человека не то, что опереться, с ним рядом страшно находиться, потому что проку от него никакого. так что женившись на женщине дракона, дорогие мужчины, все-таки думайте о том, чтобы соответствовать ее пожеланиям, быть активным, трудолюбивым, уметь зарабатывать деньги. Если вы останетесь на той позиции, так сойдет, куча упреков, унижений со стороны вашей супруги вам будет обеспечена, пока вы просто не удерете с поджаренными пятками из этого дома, но вас не оставят в покое никогда. Поэтому здесь это надо иметь в виду. Женщины-драконы необыкновенно обаятельны, привлекательны, и, конечно же, предположенный пол от них невероятно млеет, но статистика доказывает, что полагаться только на любовь зависит только от благости партнера, для дараконша это вариант не всегда хороший. Сегодня вас любят осыпать бриллиантами, завтра что-то произошло, и финансовый поток закончился, а вы сами не работаете и не имеете никакой подушки безопасности за спиной и попадаете в нищету или постоянно вынуждены выполнять приказы того человека, который вас материально обеспечивает. Это очень тяжелая судьба для женщины драконша, которая теряет саму себя, вынуждена присмыкаться перед рукой дающей, а если это еще человек, который получает от этого удовольствие, то унижений будет огромное количество. поэтому любовь любовью, но каждая драконша должна иметь свое место под солнцем, уметь зарабатывать деньги, иметь собственные средства для того, чтобы чувствовать себя независимо от мужчины. И это, пожалуй, одно из тех моментов, которые надо усвоить всем, кто родился в этот год, дорогие мои дамы. Ну, немножечко поговорили на эту тему остались маленькие нюансы. Так что, дорогие мои друзья, будь то мужчина, будь то женщина, драконы всегда привыкли быть в центре внимания. Они необыкновенно красноречивы, у них всегда под рукой есть масса невероятно интересных историй, которые они достаточно театрально рассказывают. У них прекрасное чувство юмора. Они умеют расшевелить и развеселить любую компанию, поэтому в данном случае всегда на виду, всегда на слуху. Если вам нужен человек, который более спокоен, замаскирован, не ищет общественной славы и прочее, конечно, тогда от дракона держитесь подальше. И поскольку свободолюбие и у женщин и мужчин этого знака одна из идущих вещей, когда приходит время расстаться с кем-либо, они обычно, конечно же, страдают, но действуют определенным образом, клин клином вышибают. Если один ушел, то вокруг столько еще кандидатов, чтобы беспокоиться на этот счет совершенно не стоит, и плавно входят новые отношения, не сильно заморачиваясь по поводу ушедших прошлых. Ну, вы скажете, ох, он слишком поверхностный. Нет, он просто не принадлежит никому конкретно. Влюбить себя и женщину, и мужчину дракона так, чтобы он полностью себя потерял и не мечтал о свободе невозможно. Рано или поздно градус чувств отойдет, а свобода останутся. Если вы пожелаете его начать перекраивать по своему образу и подобию ее или его по праву того, что у вас есть теперь печать, паспорт, и вы теперь имеете право что-то разрешать, а чего-то нет, брачные узлы с драконом и женщины с мужчиной закончатся у вас очень быстро, потому что он желает жить в семейной жизни, безусловно, но при этом при всем достаточно свободно для того, чтобы не чувствовать себя спелюнутым и спутанным. Если у него есть вещи, которые ему дороги, вы должны их принять и даже если они занимают большую часть недели, он должен этим заниматься. И это не обязательно должно быть гульбище, как вы скажете, там неизвестно где лазишь и прочее. Может он книжки читает или в шашки играет. Или например ваша супруга дракон сидит на рыбалке, потому что она это любит. Почему нет? Но если я тебе запрещаю, туда пойдешь, туда не пойдешь, но запрещение обычно упрямство и отпор и на этом всем запрещай кому-нибудь другому и взаимоотношения заканчиваются. Поэтому это сложный партнер, это не так, чтобы запросто. Вам придется считаться с теми вещами, которые дуракуют ваши драконы, вот, и тогда только у вас возможно с ним нормальные взаимоотношения. Ну и насчет подарков. Дело в том, что для того, чтобы порадовать дракона, нужно немножко разбираться, чем он дорожит. Многие драконы коллекционеры, они коллекционируют совершенно разные вещицы. Это могут быть статуэтки, это могут быть ароматические палочки, это может быть все что угодно. И достаточно вам прозорливо заметить, что у него есть коллекция, подарить что-то в эту коллекцию. Поверьте мне, это безделушка проложит серьезную дорогу к сердцу одариваемого, потому что вы озаботились, вы увидели, вы подобрали то, что ему мило, пополнили его коллекцию, значит, вы думали о нем в тот момент, когда покупали этот дар. Так что вот такие вот моменты, обращайте как бы на них внимание, потому что мало ли, а вдруг пригодится. Но как же соблазнить нашего дракона, если уж очень он вам нужна, или женщина, или мужчина. Здесь должна быть тонкая игра между знаками, что человек вам интересен, а потом как бы легким равнодушием, которое заставит дракона решать задачу. А что это такое? Вчера улыбался, сегодня нет, в чем загадка, может быть я нравлюсь, а может не нравлюсь и так далее. Если он будет озабочен подобными вещами, он сам может пойти в данном случае на встречу, как бы чтобы разгадать встречными действиями ваше отношение к нему. Так быстрее завяжутся отношения, то есть маленькие легкие качели. Но тут главное, если вы видите, что как бы вы не ходили равнодушно, у дракона даже мысли нету, к вам приблизиться, заинтересоваться и пустота в глазах, значит вы однозначно сколько тут не кривляйтесь, ничего у вас не выйдет, дракон вами не увлечен и вряд ли увлечется, вы не его герой, не его романа. Но если у вас уже были устоявшиеся отношения, вы устали от своего дракона и не знаете как от него отделаться, сделать это легко и непринужденно, зацепите его за живое, найдите его недостаток и просто посмейтесь над ним вслух. Через секунду дракон соберет свои чемоданы и вы забудете, что он когда-то был рядом с вами. Надеюсь, что разговор был вам полезен и интересен. А с вами была Елена. Продолжение следует...